здравствуйте друзья хочу выложить вам запись подписчика автору заранее спасибо прослушал первые две строчки простите первые две минутки и понял что это какое-то интересное общение будет потому что как я услышал человек должен с 2011 года и это уже интрига давайте послушаем вместе я вижу у вас возникли сложности договора 927 142 15 я могу знать причину вашей не оплаты причина на самом деле банально отсутствие денег на средств какая недавно у вас отсутствует у вас уже 2011 задолженность не покрыта я могу узнать почему не хватает денег не мне не хватает денег давайте тогда по-другому переформулирую ответ а как будете погасать данную задолженность могу я узнать на ночь показать данную задолженность смотрите ну я вот сейчас работаю на двух работах и получается что не хватает денег не хватает на что на покажение данной задолженности у вас два кредита наши верно банки но один же вы продали не добу сейчас я вам объясняю что когда банк однажды переступил данную данный договор сейчас вернул банк свою работу до вашего договора по одному договору стандарт пол у вас 36 тысяч 479 рублей 16 копеек мне когда звонили какие-то коллекторская организация они мне толковали о том что договор был приступлен по договору цессии был продан им не по агентскому договору на право взыскания а по договору цессии и они меня получается обманули да на самом деле это просто спасибо этот агентский был дадо было с вами но их у вас договор здесь они вас не обманывали компания эос не звонила и сказала что мы ваш договор вы купили по договору цессии совершенно верно а вы купили вас по нему мне говорите по второму договору он принадлежит уже данный момент он нам принадлежит банк забрал ваш договор у коллекторского агентства назад вернули назад для того чтобы вы могли согласитесь равно с банком лучший сотрудник с коллекторским агентством евгений александрович и приятнее наверное для того чтобы во первых удобно было вам и во вторых задолженность намного удобнее с банком я думаю получилось так что они вам его сами вернули по простой причине потому что я у них затребовал документы все они не смогли мне их предоставить ссылает на какие-то законы что типа они это не обязаны я бы но когда идите на три буквы посредине у суд вот они видимо не прошли туда и решили вернуть долг вам нет банк сандер ну данный данный договор и я не знаю что у вас и с кем вы там разговаривали на каком в каком ключе извините это разговор это нам не тислают она понятно дело в том что ну на данный момент оба вашего оба вашего договора договора у нас работа и то есть общая задолженность по этим договорам у вас 60 тысяч 208 рублей 52 копейки на сегодняшний момент есть возможность оба договора объединить и отменить неустойки у вас составляет 23 тысячи семьсот девяносто шесть рублей то есть если меняется неустойки общей задолженности вас составляет 36 тысяч четыреста тринадцать рублей то есть объединить но закрыть старые договора и объединить новые и эти договора единым платежом погашать ежемесячно минимальными платежами которым вам удобно погашать данной задолженности то есть будет официально новый договор так а то в котором будут записывать что что старый договора закрывается структуризацию да да я вам предлагаю совершенно верно и по крайней стойке меньше процент чем у вас было 28 28 процентов под 20 процентов да ну тогда смотрите это вам образом посту равно вы можете мне ответить на вопрос я недавно моему брату почему-то звонили на номер который я не указывал ни в одном из договоров составлял девушки заявку на запрещение звонков как обстоят с этим дела ну вы в курсе а у вашего брата какой номер телефона давно не звонили у меня просто спрашиваете данную информация есть там же в любом случае у вас есть программа которая информация вся записывается подходящий я не вижу что в вашем вашему брату звонили я не звоню какой-то важно но уважал от 08 41 не верно да то что с вами непосредственно общались понимаете что вы звонили именно вашему брату мне туда не нахуй такой ну понятно но снимать не гордок должен не за ней нам вы имейте виду с 2017 году кто-то помню позвонил из банка в это было 2016 декабря месяц я не ошибаюсь в 2016 году опять же звонили вам именно непосредственно именно вам на этот номер и какого шланга взял и сбросили 30 декабря 2016 года 30 декабря ну это ложь по простой причине вам расскажу по простой причине каким образом комментарии составляются я имел неосторожность я очень об этом сожалею работать в коллекторском агенции меня хватило на два месяца я больше не выдержал этой гнусной работы и там очень многие мои коллеги заслушайте меня тогда если вы не коллекторское агентство очень многие коллеги делали следующим образом они не хотели звонить клиенту но им надо было сделать вид что они звонили вот это видимо тот случай просто комментарий был описано что якобы был звонок понимаете у нас банки поступать в автоматическом режиме то есть ну а там мы звонили так сами набирали номер не звонили давайте тогда сделаем следующим образом вы мне предлагаете реструктуризацию которая мне не выгодно вообще никаким боком то что вы отмените неустойки которые вы отмените и потом будет что потом будет процентная ставка там туда-сюда это перерасчет опять же я ту же сумму отдам которая сейчас с неустойками а может быть даже его а переплата будет 12 до 3 я вот вижу отлично да а дальше лучше для меня выгодно знаете как будет если банк подает в суд на меня по обоим договорам или по обеим неважно все неустойки которые будут вами включены в сумму долго они будут вписаны по суду и я буду платить через судебного пристава по 100 рублей я сам приду к судебному приступу после пристава то есть после того как получен будет судебный приказ мною и со всеми документами которые у меня есть доход и вот остаток остаток это будет делиться между вами и у меня там есть долги у пристава вы понимаете то что вы тебя вводите в заблуждение то что вы по 100 рублей будете оплатить вы мне хотите рассказать что мне придут имущество описывать какое-то конечно не работаете это не будет это вы женаты я хочу развеять ваши мифы о том как работает судебный я хочу евгений александрович ваши мифы я прекрасно знаю как работают судебные пристава это первое я с ними общаюсь и долги и долги по ип у меня которые там 100 с лишним тысяч я плачу по 100 рублей ежемесячно и пристава я вас роботами не и так же я буду вам по и деньги ничего в банк не устраивает это банк не устраивает это конечно и не может отлично вас в 100 рублей выплатить то есть вашей частной предприниматель евгений александрович я так понимаю что я делаю что вы говорите у меня есть ипл вы частный предприниматель а где вы живете я живу ну там я описывал договоре а где вы сейчас живете от адреса не может сообщить но у вас есть адрес банк не дарите пожалуйста где вы живете адрес регистрации адрес регистрации вы там живете мы там живем ли на приставы банк будет правильно имущество который там давайте сейчас я уверена что у вас нет никаких документов на все ваши имущества банк и может ничего описывать договоры если вы добровольном порядке не вносили 100 банк и описывать имущество вы как и губерна я уверена то что это посмотрите я комикс объектом а евгений александрович чем подождите на и вы говорите на готовы добровольном порядке вас тоже слушал дать его шуток евгений александрович обновленном порядке у него не опрещено на должность а тогда в добровольном порядке это как оформить реструктуризации полностью погасив ваши заключительные требования это невыгодно мне вы хотите меня опять кредитную кабалу загнать правильно я вас услышал я не хочу вас а что вы мне предлагаете реструктуризацию это кредитная кабала давайте оплатить тогда всю сумму заключительного требования которые вы должны это и выставлено да я так понимаю заключительное требование выставлено ваша девица я говорю оплатите пожалуйста данную задолженность вас требует требование банка вы видели я не видел требование банка спрашивать вам присылали спрашивать вашим почтовым отделением заказным письмом отправляли или не заказуем письмом отправлять она отправьте заказное письмо почему я должен суетиться евгений александр почему я должен суетиться ну а вот вы объясните мне если я не рекламный да 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 я умный я знаю это прекрасно вы понимаете что ну что вот вы понимаете из этого всего что если быть так осведомлены вы должны понимать то что банк вам присылал письмо нет на вашего глубокого к сожалению потому что что вы не осведомлены какая не хотите знать и данную и данный момент вы понимаете что разговор и и далее и что этот разговор куда-то у вас там для этого то что просто не знаете доказательством не являются вообще нигде если договор что не будет полиция и я так понимаю добровольная оплата что вы понимаете по добровольной оплатой оплатите пожалуйста в срочном порядке в течение пяти дней тогда вы понимаете не добровольная оплата вот если это не добровольная оплата это тогда как меня бедном порядке в судебном порядке это не это не добровольная по-вашему конечно нет нет мне кажется судебном порядке это будут у нас гражданское право отношения между вами Александрович Евгений Александрович вам кажется да да конечно давайте что ну вот вы хотите не добровольный порядок это суд по-вашему да я хочу чтобы вы оплатили я вам говорю что у меня нет денег у меня нет денег для оплаты кредита вам банка структуризация предлагает я не могу согласиться на реструктуризацию почему это опять же кредит и мне придется какие-то дополнительные издержки платить то есть получается после того как вы сделаете реструктуризацию и мне придется платить я не смогу оплачивать полностью все платежи которые вы там выставите например тысячу в месяц я не смогу эту тысячу в месяц оплачивать евгений александрович я еще раз говорю почему вы думаете то что по сей день вы пользуетесь денежными средствами банка как я могу и ложить об этом если вы об этом давайте тогда разговор переключим в следующее русло я пользуюсь деньгами банка русский стандарт правильно и вот и возникли день на сегодняшний день это так по вашему банку стандарт по вашу отлично добра я вам задам вопрос денежный на мой вопрос вам а у банка русский стандарт есть деньги именно деньги банка русский стандарт они есть существуют такие деньги это это дело вы вы упомянули деньги банка русский стандарт есть деньги банка русский стандарт да да а кто же вам выдавал как они как они выглядят я ни разу деньги банка русский стандарт и видео я ведьORDIN и ненталь hating банков российской федерации если вы нечто ангDS яг�а об этом опять же евгений александрович вам плант signible выдал по потребительскому кредиту иные бардена и деньги выдал банк русский 없어요 но вы до войны в центральном банка российской федерации а вы утверждаете то что банк русский стандарт не выдал деньги банка русский стандарт вы меня уши того из этих денег вы меня вы сумму заключительного я буду выплачивать когда появятся мне деньги когда выплаты пока не устраивает не устраивает действия банка будет вынужден банку обратиться ну девочка девочка убежала только пятки засверкали когда поняла что здесь уже все она полностью запуталась она и в самом начале разговора бекала мекала вот это мне понравилось продали коллектором обратно забрали у коллекторов сами забрали господи что нанесет кстати говоря подтверждение очевидное что коллектором ничего никогда не продается и информация должники выкладывается просто на сайт так называемую на биржу должников и здесь еще тоже очень очень сомнительно что этот звонок с русского стандарта это очередной коллектор с вероятностью 99 процентов пытался таким вот незамысловатым образом склонить к платежам как они потом с этого прибыль получат это отдельно историю на поверьте получают они прибыль если вы хотите узнать как то на самом деле слушайте наш канал подписывайтесь очень много материала выложенные в том числе как взаимодействует коллекторы с банками в процессе взыскания задолженности проблемные тоже здесь очень много всего написано выкладывается рассказывается но автору конечно спасибо огромное очень хороший диалог такой знаете без лишних эмоций со стороны автора и в то же время четко конкретно развернул всю сущность вот эту беспомощную коллекторскую и мне всегда задается сам себе вопрос задаю неужели где эти люди которые платят по требованию коллекторов как можно поверить вот это вот куда чаще трясущийся то вот этой курицы которая двух слов связать не может чтобы пойти и отнести еще ладно там ну где-то допускаюсь небольшой долей вероятности какие-то свободные деньги на когда люди тащат последние забираю собственных детей это вообще у меня не укладывается ни в одну извилину это что за руга такая друзья поэтому я и говорю включайте мозги включайте голову перестаньте делать то что вам говорят начните думать хотя бы для начала а почаще слушайте наш канал для этого подпишитесь на него ну и конечно поставьте лайк чтобы у youtube каждый новые ролики вам выкладывала в рекомендованную у нас каждый день мы стараемся новый материал выкладывать у нас на канале чтобы вы были в курсе ну и конечно же друзья мы не забудьте пожалуйста заглянуть в описании этого либо любого другого ролика и там вы увидите ссылочку на наш сайт на сайте выложена презентация как устроена работа кредитных юристов компания ли а для тех кому необходимо грамотная компетентная помощь юридическая в вопросах долгов с банками с микрофинансовыми организациями что мы для вас делаем в двух словах это создадим условия для банка когда банку будет выгодно отказаться от претензий сколько бы вы ни были должны сколько бы у вас просрочка не было насколько длительная либо коротко все это решается и я почерпну в правовом поле строго законные методы вы не обязаны знать про эти методы но они есть поверьте группа вконтакте у нас тоже существует подписывайтесь на группу вконтакте ссылочка в описании ролика еще раз попрошу поставьте лайк и конечно поделитесь сделайте репост в соцсетях тем роликом любой другой ролик ждет репоста как можно большее количество людей узнала всю правду а с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания алям всем хорошего до свидания и и Субтитры создавал DimaTorzok